ребятки привет мои хорошие приветствую вас на нашем канале сегодня будет видео на тему как варить операционный шов на тонкой трубе да и насколько тонкой может быть труба хочу пару слов сказать об этом самая тонкая труба на которой я лично варил операционный шов это была вот такая 25 не знаю как на мой взгляд если еще меньше диаметр там 20 пятнашка это уже смысла нет особенно в пятнашке там 15 миллиметров проход еще плюс валик мы там положим там прохода не останется знаете и шлак который там будет внутри трубы его никак оттуда не извлечешь после сварки понимаете этот весь шлак попадет трубу это нецелесообразно и как правило как правило на таких тонких трубах не бывает таких ситуаций что вот необходимо прям варить операционный стык и и трубу это тонкие они сейчас вообще тонкие диаметры редко используется в основном везде полипропиленом протягивают до 25 труба это довольно распространенное явление особенно это бывает знаете где вот стояки водопроводные на квартирных домах я один раз варил операционный стык там дом на плющихе это центр москвы возле министерства иностранных дел и там начало 25 стояк через перекрытие уходит в подвал и там подвальное помещение там сдано в аренду там какая-то контора снимала итог это помещение и они зашили значит от стояк с потолка выходит идет там в углу вдоль стены до вниз потом уходит на радиаторы и они зашили такими панелями типа ламинат они ламинат там пару ламинатин вытащили значит вот такое узенькое пространство и вот стояк вот как его там варить мне говорят завари я слушаю ну как я что-то сзади ну никак я не залезу ну варить надо ну пришлось вырезать операционочку и заварить значит смотрите 25 трубу может может операционный стык быть вот в такой ситуации может быть вот в такой в такой когда вертикально идет труба гораздо легче его варить гораздо потому что когда варишь внутри трубы шлак весь стекает вниз это довольно легко вот в таком положении если труба стоит горизонтально эта ситуация осложняется осложняется на чем что во первых труб труба довольно тонкая если ставить много тока то она очень быстро нагревается и есть вероятность большая что мы просто и прожгем это будет некрасиво и неприятно да но только все равно приходится ставить много потому что внизу трубы внизу трубы мы сейчас я зарежу пос hard увидеть и чтобы проплавить металл внизу трубы надо ставить много только если поставим мало там все за шлакуется внутри трубы очень сложно валить ну давайте парень зарежем ну примерно зарезать окошко всегда надо парней чтобы его потом было без проблем можно заварить до чтобы был доступ ко всему этому зарезу ну вот такое к примеру окошко вот мы сейчас вырезаем и начинаем вот парни вот это руками не берите когда вырежете потому что очень горячая болгарки на нагревается пассатижиками так раз ну давайте усложним на рода заварим стык какой посложнее то есть вот так это очень часто парни бывает когда допустим вот смотрите вот пример вот эта стена да а вот это пол и вот так идет труба там сантиметр может или два пола вот это там сзади никак ты не залезешь никак ты его не заваришь только операцию вырезать по-другому никак вот приходится вырезать операционные швы вот так вот и варить в общем давайте парень настраиваемся и варим парни вот смотрите видите ее прихватил то есть подразумевается что здесь пол а здесь стена здесь этой стороны никак мы не заварим только вот таким операционным швом до начинать я буду снизу допустим вот я буду идти в эту сторону да в эту сторону я начну немножко за низом трубы постараюсь безотрывно пробежаться здесь с отрывчиком потом обобью шлак и поднимусь в эту сторону внутри трубы коллеги варить очень сложно особенно когда вот такая тонкая труба я там поставил небольшой зазорчик для того чтобы мне было хорошо видно место моей сварки понимаете ну давайте только я буду ставить много у меня тройка электрод рутиловые значит я поставлю примерно 105 ампер это много тока конечно но чтобы проплавить вниз по-другому не получается лучше его оторву лишний раз но проварю как надо потому что операционный шоу коллеги его надо варить сразу с первого раза потому что если вы там не проварите хорошо потом заглушите вот так заглушите обварите воду дали все потекло опять по новой все вырезаю это лучше варить это с первого раза понимаете ладно давайте варим так ну с богом парни парни вот смотрите видите я уже половинку там проварил имейте ввиду что шлак который вы обобьете ну его часть конечно можно попытаться оттуда извлечь но очень сложно давайте оббиваем вот парни можете видеть видите все отлично проварено здесь току нельзя мало ставить поставите молоток будет все зашлаковано низ трубы надо проваривать капитально понимаете и сейчас вторую часть я начну вот отсюда зажгу внизу электрод и вверху сюда выйду один важный момент один важный момент обратите внимание коллеги когда я дохожу вот сюда уже до среза да я обязательно выведу шов наружу то есть на внешнюю сторону трубы чтобы потом когда я буду заваривать вот это окошко я с этим швом сплавился то есть шов должен быть одно целое понимаете одно целое если вы сюда не выйдете внутренним швом и не свяжите его с внешним то у вас между швами потечет однозначно одно целое кольцо должен быть шов понимаете о чем я говорю разрывов быть не должно то есть обязательно изнутри вышли на внешнюю сторону и с этим швом потом сплавились вот этим швом понимаете если этого не сделать между шоу потечет обязательно это уже проверено неоднократно продолжаем вот это место тоже очень сложно поднимать коллеги здесь главное не прожечь потому что труба нагревается до красна прожигать тут очень нежелательно в этом месте тоже обязательно выходим наружу на внешнюю сторону трубы обязательно очень сложно только убавлю чуть-чуть вот видите я выхожу на внешнюю сторону трубы обязательно так коллеги обиваем шлачок вот как ну как вы можете видеть все четко у нас проварено видите сплошной валик без всяких намеков даже на какое-нибудь шлакование это уже гарантия что у нас внутри все четко заварено ну и следующий этап у нас заключение ставим вот это окошко вот так вот его ставим и все это обвариваем парни имейте ввиду если вы варите такой стык допустим это вертикальный стояк да и очень часто бывает что внизу внизу там шахта какая-нибудь если вот это вот штучку уроните вот это окошко то вы его оттуда уже не достанете понимаете поэтому целесообразно будет вот так вот к электроду прихватить и так он уже никуда не денется вот так поставили прихватили это недолго сделать вот так вот Готово. Готово. Отбиваем шлачок. Ну вот, коллеги, видите, вот такой мы конечный результат имеем. Обязательно, обязательно снизу беритесь максимально, где можете достать. То есть, если труба в углу, достаете, оттуда начинаем, да? И сверху то же самое. Максимально, сколько можете достать, все перекрываем. Ну, вот такой аккуратненький, нормальный операционный шовчик получается. А, как правило, эти швы стоят там, где эту трубу не видно. Это либо стояки водопроводные, они там, как правило, зашиваются в санузлах. Либо какие-нибудь трубы там, обратка, подача, отопление тоже где-нибудь в углу, ее, как правило, не видно. Да, и когда этот шовчик покрасит, светленькая красочка, его тоже особо видно не будет. И вот это все работает, как надо. И вот видите, вот это самое место, где мы не можем сварить с внешней стороны. Ну, внутри там у нас, как мы прекрасно понимаем, все проварено, как надо. Коллеги, ну что, я надеюсь, все вам доходчиво, понятно объяснил. Кстати, там на меня некоторые коллеги ругаются в комментариях. Вот по какому поводу. Когда я варю с отрывом, да, у нас на камере стоит автофокус. И он не всегда сразу фокусируется. Ему надо время, объективы, чтобы он поймал фокус. И особенно, когда варишь с отрывом, он не успевает. Я начинаю варить, он начинает фокусироваться. Я электрод отрываю, у него фокус сбился, понимаете, ему сложно поймать. Я согласен, что у нас это не доработка. Я уже писал в ответ на эти комментарии, что для того, чтобы ручным автофокусом пользоваться, нужен соответствующий монитор. Внешний монитор, он стоит 25 тысяч, коллеги. У меня нет сейчас такого бюджета. Я вот вам сейчас фоточку поставлю, вы посмотрите, какой у нас накамерный монитор. На этом маленьком экранчике, ну, невозможно сфокусироваться так, чтобы все было четко. Потерпите немножко. Мы обязательно купим этот монитор, и все у нас будет четко. Вот Алексей не даст соврать. Мы пробовали ручным автофокусом, он пробовал сфокусироваться вручную. Но там не поймаешь, на таком экранчике непонятно, сфокусировался ты четко или нет. Понимаете? Вот в чем причина. Не потому, что мы такие негодяи, не хотим вам все четко показывать. Поэтому, коллеги, потерпите немножко. Мы все наладим. Каналу только полгода. Мы еще молодые довольно. Мы еще в стадии младенцев. Но мы стараемся расти, стараемся делать для вас качественный контент. Поэтому, коллеги, оставляйте комментарии. Знаете, на какие кнопки нажимать. Давайте. Всем пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok